Мы идем дальше. Пожалуйста, Виталий Юрьевич, Даринский, Даринский. А его нет, по-моему, Даринский. Не приехал. Так, хорошо, тогда Татьяна Георгиевна Магарева-Ильяева «Пути преодоления костной оболочки мира» в первых текстах Достоевского. Так. Понятно, я тоже так же доходу. Я просто не думала, что еще один доклад перебуду. Он вообще не хочет. Что-то помочь. Я пока не знаю, чем сейчас я попробую. Извините, пожалуйста, я просто была уверена, что передо мной еще один доклад. Ну да, понятно. А что-то случилось? Да, он уже очень плячил. Да, он уже очень плячил-то. Давайте его включим. Есть зарядка? Мы сейчас включим здесь. Нет, он заряжен, но он почему-то не хочет включаться. А если выключите? Валентина Сергеевна. Выключите его, выключите его, выключите его. Нет, нет, он удобно. Не надо. Валентина Сергеевна, если вы мне скажете пароль Wi-Fi, я сейчас скачаю доклад на свой компьютер. Роуд и лиран. Как? Роуд и лиран. Все, все, все. Спасибо. Ой, да, отлично. Так, сейчас главное, чтобы он совсем ожил. Сейчас, сейчас, сейчас. Ему нужно время. Так, да, собственно, моя тема «Пути преодоления костной оболочки мира» в первых текстах Достоевского. И мне кажется, что вот эту формулировку темы вообще можно определить как центральный нерв практически всех ранних произведений Достоевского. И в них, собственно, писатель, он всячески продумывает, ощупывает вот эти пути и работает именно над этой темой. У меня не зря в названии стоят именно тексты, потому что я хотела бы обратиться к письмам молодого совсем еще Достоевского, потому что в них, во-первых, это достаточно сконцентрированный временной отрезок, где понятно, в каких идеях он бурлит, размышляет. И главное, что здесь эти идеи высказаны дискурсивно, они высказаны в прямой, это не художественные тексты. Потому что в художественных текстах вот этот вопрос, он не всегда очевиден, но на поверху он всегда оказывается вот тем фундаментом, на которых они стоят, эти ранние самые произведения. И также я хочу еще обратиться, будет не к большому кусочку Евгения Гранде, который, как известно, перевод этого романа был первым опубликованным текстом Достоевского. И, собственно, вот в самих письмах Достоевский сам формулирует, он впрямую говорит вот об этой своей теме, о которой он размышляет. Это вот уже не раз приводимое очень известное его письмо. Но видеть одну жестокую оболочку, под которой томится Вселенная, знать, что одного взрыва воли достаточно разбить ее и слиться с вечностью, знать и быть как последнее из созданий, ужасно. Несколькими месяцами позже он также пишет, это все письма брату, я ношусь в какой-то холодной полярной атмосфере, куда не заползает луч солнечный. Достоевский, во-первых, я хочу отметить, что какой потрясающий уровень самосознания и возможности сформулировать, что с ним происходит. Вообще и возраст, но мы и взрослые часто не можем понять, что с нами происходит. И главное, что он пребывает в этом ощущении того, что все сковано какой-то вот этой косностью, льдом. И изнутри жизнь не пробивается, и снаружи не может ничего пробиться. Но при этом это не только потрясающая формулировка своего ощущения, но за этим стоит очень продуманное мировидение, философия в этом же письме. Одно только состояние и дано вудел человеку. Атмосфера души его состоит из слияния неба с землей. Какое же противозаконное дитя человек? Закон духовной природы наружен. Мне кажется, что мир наш – честилище духов небесных, отуманенных грешную мысль. А мне кажется, мир принял значение отрицательное. Из высокой изящной духовности вышла сатира. Попадись в эту картину лицо, не разделяющее ни эффекта, ни мысли в целом, словом, совсем постороннее лицо, что ж выйдет? Картина испорчена и существовать не может. Здесь очень конкретно вообще описано мироустройство. Но мне бы не хотелось связывать вот эту очень конкретную картину с каким-то конкретным источником. Потому что это всегда, я уже поняла, будет немножко неправда. Потому что, с одной стороны, это будет так соответствовать. Но, с другой стороны, это всегда будет нас удалять от того, что действительно чувствовал и думал Достоевский. Но, тем не менее, мне кажется, что важно для себя определить условный контекст, потому что просто понять, что в тех терминах так ощущали мир. То есть мы все равно всегда привязаны к тому времени, говорим словами времени. То есть сейчас мы чувствуем, может быть, тоже. Но сейчас мы медитируем, мы возвращаемся к корням, к земле. То есть то, что сейчас люди едут на Гуа, чтобы слиться с природой, дать вот эту жизнь себе. То есть это просто другие слова. А XIX век, начало XIX века – это всплеск мистической литературы, распространение которой было одной из форм деятельности масонских организаций. И вот я сфокусируюсь на одном таком концентрированном произведении, которое было тоже в списке книг, издаваемых масонами. Это работа Карла Эккартсгаузена, получившего... На своей родине он не был так популярен, но в России он был очень востребован и очень популярен. Он даже упоминается в «Гоголевских мертвых душах». Его читал почти месяц, и Йонго Шейнда тоже он читал. И эту... Но я хочу к его работе, которая последняя его работа, такая сосредоточение мысли «Облик на святилище». Эту работу можно назвать буквально таким практическим пособием по преображению личности. И здесь еще я хочу что сказать, что вот одно из ключевых тем вот этого мистической литературы, и это было, конечно же, какое-то... Ну, я не говорю, что она как волна противления, но противление вот этому веку просвещения. Как мы познаем мир? И, собственно, с этого и начинается облако над святилищем, что как только человек решил, что вот этим рациональным подходом, умом, выстраиванием схем, он приближается к настоящему постижению этого мира, на самом деле делает огромный шаг назад, потому что мир постигается чувством. И просто света ума, как говорит автор, недостаточно, чтобы постичь истинный свет. У нас есть органы чувств нашими обычными. Мы постигаем явления материального мира, которые временны, которые непостоянны, они переменчивы и разрушены. Но для того, чтобы познать истинный мир, нам надо развить, он называет это чувствилище, специальный орган, который находится в сердце, которым мы сможем постичь этот истинный свет. И, собственно, вот развив его, чтобы разжечь в себе вот этот божественный огонь, мы сможем преодолеть вот эту материальность, которая нас сковала. Но я хочу отметить, что у него здесь нет вот этого дуализма, то есть когда материя прямо вот противопоставляется духу, потому что конечный итог – это преображение материи, то есть все целиком станем прекрасны. Вот. И еще очень важный момент, что вот это вот развитие чувствилища, вот это вот расширение внутреннего света происходит за счет откровения, которое снисходит на человека. Очень важно верить в это откровение. То есть здесь видно, что Достоевский абсолютно в контексте своей эпохи, что он вот, да, он рассуждает так вот именно вот эту материальность, которая сковывает и внутренний свет и не дает этому внутреннему свету, условно, пробиться к внешнему. И более того, Достоевский, безусловно, очень внимательно относится к теме постижения этого мира. Как мы его осмысляем? Он пишет брату, что познать природу, душу, Бога, любовь – это познается сердцем, а не умом. Ум – способность материальная. Душа же или дух живет мыслью, которая нашептывает ей сердце. Мысль зарождается в душе. Ум – орудие, машина, движимая огнем душевным. Притом ум человека, увлекшись в область знаний, действует независимо от чувства, следовательно, от сердца. Ежели цель познания будет любовь и природа, тут открывается чистое поле сердца. Не стану с тобой спорить, но скажу, что нестогласен в мнении о поэзии и философии. Философию не надо полагать простой математической задачей, где неизвестная природа. Чтобы вывести верный результат из этой разнообразной кучи, надо подвести его под математическую форму. Вот правила нынешней философии. То есть Достоевский абсолютно… вся его система абсолютно продумана. И при этом он находится, я так думаю, в неком, как сказать, условной безысходности, потому что, с одной стороны, он вот чувствует эту невозможность пробиться, с другой стороны, из вот этих формулировок понятно, что он понимает, что делать, как это работает. Но как это осуществить, это сложно, это непонятно. И вот, собственно, это и есть его постоянный поиск вот этого пути преодоления вот этой косности. И я думаю, что он, безусловно, начинает нащупывать эти пути. И сейчас я хочу обратиться к самому названию «Облако над святилищем», так как этот образ тоже, ну, это достаточно, наверное, общее, можно сказать, место, которое, кажется, ну, при первом таком взгляде на него, ну, достаточно понятно, что это облако – это либо вот та материальность, которая не дает нам увидеть святилище, либо это та тайна, которая вот окутывает святилище, к которой тоже мы из-за этого не можем к нему никак подобраться. Но Экарт Гаузен сам очень четко говорит, о чем он, собственно, пишет. Он говорит, что, конечно, да, мы привыкли думать, что у Бога, там, это тайна, он таинственный, но у Бога, он говорит, зачем Богу тайна? У него все в порядке, ему не нужны эти, он честен. Тайна – это наша немощь, которая не позволяет нам прикоснуться, увидеть истинный свет. И таким образом сразу вообще меняется все. Во-первых, если тайна, вот это облако – это наша немощь, это наша телесность, то святилище оказывается внутри нас. И это тот самый свет, который мы не можем сами в себе разглядеть. Это тот образ Божий, который нам самим не виден за счет нашей немощи. И теперь я хочу вот опять привести уже приводимую цитату, в которой построено очень много теорий творчества Достоевского. «Человек есть тайна, ее надо разгадать. И если будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Мне кажется, что в свете вот такого понимания тайны, которая, и эта фраза, что важно, она написана через год после размышлений Достоевского в этом мире устройства и за десятки лет до великих романов. И мне кажется, что в этом свете очень интересно понимать, что такое разгадать человека и познать его вот эту тайну. Это, собственно, уметь разглядеть за вот этой тлеющей оболочкой, вот за этой немощью образ Бога. И, собственно, разгадывать человека – это постоянно в каждом видеть этот образ Бога. И это и называется быть человеком. Мне кажется, что это удивительно совпадает с тем, что Достоевский вообще делает в своем творчестве впоследствии. И впоследствии он будет об этом говорить, потому что Татьяна Александровна миллион раз повторяет, что вот за этим насущным, видимо, текущим разглядеть концы и начало. А то же, вот что в статье, которая вышла в нашем прекрасном журнале в третьем номере, говорит об этой многослойности человека, о том, что он постоянно проявляет, вот этот божество делает видимым, но это всегда говорится о его более поздних произведениях. А это он говорит о написании своих самых ранних. А также, в общем, оставлю это здесь. Теперь я хочу еще пойти дальше. И вот, собственно, это название «Облако над светилищем». Я не зря сказала, что это достаточно распространенный образ, потому что также называется одна из глав романа Бальзака «Серафита». Собственно, весь роман, он тоже о том, тоже некое пособие по преображению человека. Причем там различные варианты, как это может быть осуществлено в нашем бытие здесь. И тоже, что замечательно, главная, можно сказать, метафора романа – все события происходят на фоне перехода от зимы к лету. То есть сначала абсолютно все – земля, реки, скованный дом, но по мере продвижения героев, главного героя, героиния преображения и осознания за другими героями их преображения, наступает весна, и реки с треском прорывается, лед, и начинают бушевать реки. То есть, опять же, это абсолютно та же идея, вот этой костной оболочки, которую необходимо прорвать вот этим единым откровением, чтобы потекла жизнь. То есть вот это вот костность, наличие костной оболочки – это такое абсолютное того времени ощущение, наверное, что надо делать вообще в этой жизни. Но вот вернусь к этой главе, скажу несколько слов, что эта глава, она такая, наверное, не совсем центральная, но она очень важная, потому что именно в ней главный герой-героиня, поскольку это андрогин, она рассказывает о своем учении, как бы к пришедшим к ней гостям, которые пришли скептически крайне настроенные, и она разбивает вообще все их теории, при этом основная речь идет, именно апеллируется к несостоятельности научной жизни, что та наука наличествующая, она совершенно несостоятельна. К чему я вот сейчас упомянула Серафиту, к тому, что вообще Бальза к своему предисловию, к своему посвящению в этом романе пишет о том, что вот здесь я наконец скажу, что душа болит, и, конечно, наверное, может быть, не поймут, но вообще я это пишу людям мыслящим, которые предпочтут уединение каким-то светским развлечениям, то есть вот для тех, кто как раз осмысляет эту жизнь. И это очень важно, чтобы мы как бы понимали, что Бальзак вообще все время пишет именно об этом. Этот роман написан сразу после Евгения Гранде. То есть, чтобы и здесь за счет этого сразу становится очень понятно, почему Достоевский так ценил Бальзака, почему он так важен был для него, потому что он писал о том, о чем горел Достоевский, что было для него жизненно важно. Как известно, что Достоевский делал свой перевод с первой версии романа Евгения Гранде, хотя канонической стала более поздняя версия. И в ранней версии были и предисловия, и послесловия. Ну, понятно, что в текст тоже были внесены некоторые изменения, и, собственно, в этих предисловиях и послесловиях Бальзак прямым текстом рассказывает о метафизической идее Евгения Гранде, и о чем он, собственно, пишет там. Вообще, Евгения Гранде – это о соединении человека с небом. И, значит, в предисловии, что пишет, там есть такая одна очень, казалось бы, странная фраза, но мне кажется, там тоже очень важная, чтобы сделать более рельефными и сами рассуждения мысли Достоевского. В своем предисловии Бальзак рассуждает о том, что вообще писатели почему-то очень пренебрегают сельскими историями, сельской жизнью, хотя в ней вообще самый интересный характер и образы собраны. Он же, автор, не гонится за такой легкой славой вот этих парижских обществ. И вот как он описывает свой творческий процесс, свой творческий метод. Сегодня бедный художник схватил только одну из этих белых нитей, пускаемых по воздуху ветерком, с которым забавляются дети, молодые девушки и поэты, о которых вряд ли заботятся ученые, но которые, как говорят, бросают со своего веретена небесный предильщик. Поостерегитесь, в этой сельской традиции есть мораль. Вам покажут, как в пору расцвета жизни некоторые иллюзии белой надежды, посеребренные нити спускаются с небес и возвращаются туда, не коснувшись земли. Фраза в отношении Евгения Грандейт выглядит, конечно, очень странной. Но, тем не менее, надо в ней разобраться. Мы понимаем, что какие-то вот эти отгады, наша связь с небом, вот эти нити, бросаемые небом нам, то есть, в общем-то, по инициативе неба, они почему-то доходят и вообще восприняты только детьми, поэтами и женщинами. Что объединяет вот этих вот людей и одновременно противопоставляет их ученым, которым вообще нет дела до этих нитей? Я думаю, что, конечно, здесь вопрос идет о том, что именно вот эти, они постигают мир чувственно, в противовес ученым. И для Байзака эта тема к того, как мы постигаем мир, она тоже очень важна и актуальна, потому что в Серафите, собственно, Серафита говорит, что если бы задачей человечества была наука, то Моисей принес бы нам дифференциальные исчисления, а не 10 заповедей. И в послесловии к Евгении Гранде Байзак тоже абсолютно впрямую говорит, что женщина – это венец творения. Женщина, так как она была создана Богом последней, не из изначального гранита, ставшего мягкой глиной под пальцами Бога, а из стороны мужчины, материала гибкого и пластичного, она переходное создание между ангелом и мужчиной. Вы видите ее сильной, как мужчина силен, и нежно-умной своим чувством, как ангел. Вот это нежно-умно, я просто пыталась дословно перевести, но это, безусловно, вот этот ум из сердца. То есть для Байзака также абсолютно очевидно, что женщина – это то соединение с небом, о чем он говорит в Евгении Гранде. И мне кажется, что это тоже потрясающе вторит тому, как чувствовал это Достоевский, потому что, конечно, у него женщины и дети – это будут всегда такие наиболее очевидные, вот эти вот с неба воплощения божественные. И, конечно, роль поэта. Она также беспокоит молодого, но как бы она не могла его не беспокоить, потому что это был его путь. И вот что он пишет брату. «Заметь, что поэт в порыве вдохновения разгадывает Бога, следовательно, исполняет назначение философии». И в другом своем письме, это вот цитата из тех ранних писем, и буквально через несколько месяцев тоже он пишет, как бы говоря о том, что не может быть, чтобы поэта интересовала только вот здесь сиюминутная слава. «Но одно помышление о том, что некогда вслед за твоим былым восторгом вырвется из праха душа чистая, возвышенно прекрасная мысль, что вдохновение, как таинство небесное, осветит страницы, над которыми плакал ты, и будет плакать потомство». То есть поэт – вот это да, тот третий, кто своим вдохновением, которое есть это небесное таинство, то есть откровение, прорывает вот эту оболочку и дает выход вот этой чистой душе соединиться с истинным светом. И он таким образом, собственно, открывает, за ним могут последовать и другие. Это его миссия. И, собственно, с этой миссией он пишет свой первый роман «Бедные люди», эпиграф, в котором, ну, я все же прочту, «Ох уж эти мне сказочники, нет, чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле выруют. Вот уж запретил бы им писать. Но на что это похоже? Читаешь – невольно задумаешься, а там всякое дребедение пойдет в голову. Право бы запретил им писать, так-таки просто и вовсе бы запретил». А здесь, ну, как эпиграф, это всегда некая программа на текст, который ты пишешь дальше. То есть это вот квинтэссенция, его смысл здесь нету в несчастных чиновниках или поруганных девушках. Здесь эта цитата, как известно из рассказа Адоевского «Живой мертвец», где, собственно, человек внезапно просыпается к истинной жизни. Он это делает, конечно, во сне, ну, это тоже очень, как бы, понятный ход. Но и он это делает, как раз начитавшись этих рассказчиков на ночь, он вдруг просыпается для новой истинной жизни. И весь роман «Бедные люди» Макар Девушкин ищет свой слог, чтобы прорваться через эту оболочку. Но об этом говорила Татьяна Александровна, поэтому я уже не буду об этом говорить, потому что есть прекрасная совпадка на эту тему. Вот. Я не провела в своем докладе прямых отсылок конкретных произведений, где Достоевский об этом всем размышляет, но они есть, я вас уверена. Все, спасибо. 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 А, пожалуйста, есть ли вопросы к Татьяне или суждения, в общем, все что угодно? Только не стесняйтесь, потому что потом мы вас позовем опять есть. Окей, значит, тогда есть. Мы сделаем перерыв, просто чуть пораньше начнем тогда. Да, 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 да. Нет, тогда вход печатной листы есть. Мы Александрович очень-очень ждем. Что-что? Очень-очень ждем, говорю. А я вам присылала ведь наши журнальчики, чтобы посориентировались чуть-чуть в оформлении. Это называется не переупрягаясь. Нет, мы просто договорились об этом предварительно. Хорошо, тогда я пришлю. Нет, а я имею в виду вот это конкретно. Да, я понимаю, да, да, да. Это я писал для вас, да, конечно. Я вам присылаю журналы тогда, посмотрите на оформление и перенапрягайтесь. То есть если я не буду перенапрягать, значит, я кого-то достану. Кто-то перенапряжется, да, но этот кто-то уже почти привык. Ага. Ну, который требуется, это ключевые слова, и она... Ну, это самое с тобой. Да. Соответственно, перевод, если вам с кем-то... Вам хорошо и нравится переводить, переводить. Не нравится. Значит, на английский? Да. Ну, лучше, если какой-то другой переводит. Не нравится, присылайте сюда. Потому что я же перевезу вот таким авторским способом. Да, окей, да. Да. Вот. Так что это мы ждем, да. Ну и вообще всегда ждем. Спасибо. Что мы регулярно работаем. Спасибо вам огромное. Ну... А, просто она очень понравилась. Ну, мне свободно. Спасибо.